Мы возвращаемся в студию и рады сообщить нашим телезрителям, что мы вновь продолжаем анонсировать самые интересные и эксклюзивные материалы газеты «Владимирские ведомости». Очень рада видеть сегодня в студии Юлию Козлову, главного редактора издания. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер, Анна, и добрый вечер, телезрители. С возвращением. Спасибо. У нас произошли некоторые изменения. Кстати, об изменениях. Что произошло за этот период? За этот период газета стала выходить один раз в неделю. Мы вернулись к историческим выходам, как и раньше. Это был один раз в неделю, еженедельник. Мы собираем и новости, и эксклюзивные материалы в одном выпуске нашего четверга формата А3. Он продолжает существовать в том формате, который был. И ежедневные наши материалы и новости, они у нас все на сайте. Ну, такое, наверное, веяние времени, бумага у нас один раз в неделю. Ну, скажу нашим читателям, подписчикам, что все так же можно подписаться на нашем сайте, на почте. И в продаже, в розницу, так же на почте можно номер приобрести. Ну, или у нас в редакции. Кто-то делает и так. В редакцию к нам читатели тоже приходят. Поэтому милости просим на почту или к нам. Ну, и сегодня подготовила три материала к анонсу. Вот у нас на прошлой неделе вышел большой репортаж из стен нашего нового медицинского вуза филиала ПИМУ. А на этой неделе у нас в четверг выйдет интервью с исполняющим обязанностями директора филиала Юлии Владимировны Арсениной. Она у нас была в редакции. Ну, вот с ней поговорили. Потом у нас есть ярмарки осенние и есть исторический материал. Еще много всего интересного. И шары в Суздале, и сад огород, и совет юриста. Чего только нет. Но начну с ярмарок. Ну, такое веяние сезона. Овощные ярмарки. Не только во Владимире, но и в районах. Традиционно уже не первый год. Одиннадцатый, если мне не изменяет память, присутствует у нас, когда начинается сбор урожая. И наш корреспондент Андрей Трохин вместе с фотокорреспондентом Натальей Лариной проехались по таким торговым местам. По ярмаркам у Глобуса, у Мегаторга, у Ленты самые большие. Были, правда, в пятницу. Покупателей было немного. Но для нас, наверное, было это лучше. Потому что можно было пообщаться с продавцами. И картофель наш, Владимирский, Суздальского района. На одной точке и Собинского района. Но Андрей рассказывает и о сортах. И какие сорта, как лучше готовить. Этого материала все есть. Можно будет прочитать. Ну, и, естественно, о ценах. Можно даже аналитику некоторую провести. Куда лучше поехать? За картофелем, за морковью. Ну, и также проводит сравнение с розничными точками продажи. И в самих гипермаркетах. И то, что в городе есть. Но все-таки выгоднее покупать на овощных ярмарках. И свежее, и вкуснее. И я, честно скажу, тоже. Вот как только, например, у Мегаторга фруктовая ярмарка появилась несколько раньше, чем овощная. И там всегда вкуснее. Конечно, что-то дороже, чем в магазинах. Но ни разу еще там не приобретала что-то невкусное или испорченное. Арбуз всегда яркий, сахарный. Всегда такой прям вот у нас разламывается. И сок из него течет. Поэтому приглашаем всех к прочтению материала. Ну, и, естественно, на сезонной ярмарке. Сделать запасы. Сделать запасы на зиму. Да, зима уже совсем близко. Ну, ко второй теме. Интервью с исполняющей обязанности директора Владимирского филиала ПИУМУ. Приволжский исследовательский медицинский университет. 1 сентября открыл свои двери. И мы дали Юле Владимировне немножко выдохнуть. Вступить в учебный год. И пригласили ее к нам на эфир. Расспросили, как строится вообще учебный процесс. Сколько студентов. Ну, большое, конечно, количество целевиков. Выяснили, что вот через 6 лет у нас в регионе появится 100 дипломированных специалистов. Врачей, терапевтов, которые пойдут работать в поликлинике. Что не может не радовать. Да, уже хотя бы виден свет в конце тоннеля. Как строится учебный процесс. Кто преподаватели. Кто там средний статистический портрет студента мы вывели. Юля Владимировна сказала, что это девушка, выпускница школы, живущая во Владимире. То есть, если средний средств брать. Хотя, ну, Владимирский, конечно, большинство. Но есть и из других районов. В том числе ребята учатся. И профессорско-преподавательский состав активно вступил в работу. И запустился в учебный процесс. И начали уже и воспитательные какие-то мероприятия проводить. Правком активно вступил в работу. И, ну, активно все происходит. И уже в понедельник появилась новость. Хотя за кулисами самого эфира Юля Владимировна нам об этом сказала. Но мы не могли проанонсировать это без нашего губернатора Александра Александровича Авдеева. Он нам сообщил, что есть необходимость в помещениях, когда будет появляться большее количество студентов, нужен еще один корпус. И вот в понедельник Александр Александрович поставил задачу всем курирующим своим замам, которые проработали этот вопрос нахождения нового помещения для расширения площадей ПИМУ. Потому что сейчас там 131 студент. В следующем году их будет уже 260, почти 300. Может быть и больше. Потому что сейчас первый год, не все знают о наличии такого филиала. И, конечно же, учебный корпус уже будет все меньше и меньше желающих вмещать. Поэтому это вот прямо первоочередная задача. Ну и также нам сказала о том, что вот сейчас нет для врачей специальности педиатрии. Ну вот к следующему году есть задача ввести ее в образовательный процесс. И еще одна специальность появится. Ну, опять же, все подробности у нас и в группе ВКонтакте есть в видеозаписи эфира. Но мы знаем, что наши читатели предпочитают все-таки текстовый формат и активно читают интервью, когда уже журналист его отпишет, откорректирует. Это занимает все-таки меньше времени прочтения интервью, нежели когда отсматриваешь в полной версии. Ну и последний материал к анонсу. Не последний в номере. Наша традиционная рубрика «Так было» от Александра Известкова. Такая, наверное, очень символичная, особенно в нынешнее время. Это 80-летие. Со дня взятия Днепра, форсирования Днепра. Александр рассказывает о наших земляках. Вот прямо вот из-под пера у него забирала материал, выбегая из-за редакции в последнюю минуту, собирая фотографии. Но, конечно, наверное, для женского мозга немножко сложновато читать про боевые действия, но, тем не менее, все равно очень интересно для любого возраста, гендера читать такие материалы. Два наших земляка, Иван Посадский и Павел Шамаев, родились они в разных районах нынешних, по нынешнему распределению. Один в Собинском, другой в Суздальском, но между их деревнями было всего 7 километров. Были практически ровесниками. Разница в возрасте всего лишь 2 года. Но вот не сохранилось исторических данных, встречались ли они, потому что 7 километров между деревней, в принципе, могли где-то пересечься. Оба участвовали в гражданской войне, но один после нее пошел по военной стезе, стал офицером, а второй, Павел Шамаев, он вернулся в деревню и до Великой Отечественной войны работал в колхозе. Когда началась Великой Отечественная война, по-разному они оказались на форсировании Днепра, но оба стали героями Советского Союза, награждены. И, в принципе, получается, что Иван Посадский, он именно погиб при форсировании Днепра, был награжден посмертно, но и Павел Шамаев, в принципе, тоже был награжден посмертно. Он не погиб при форсировании Днепра. Он чуть позже уже получил, в середине октября, тяжелое ранение и через 2 дня скончался. Александр достаточно подробно с помощью краеведов рассказывает о судьбе каждого. Но и мне бы хотелось для ваших зрителей зачитать письмо из последнего «Письма домой», которое не закончил Иван Посадский перед последним боем 29 сентября 1943 года. «Привет, Олечка! Привет, Юра! Алик, Валя, мама! Письмо пишу с острова в русле Днепра. Веду бой за овладение деревней Сухолучье, что в 60 километрах севернее Киева. Враг сопротивляется, но русский солдат, настойчив до дерзости, идет вперед. Письмо начал писать на острове, в щели. Продолжение напишу на западном берегу у копной сена. Зумерет телефон, кому-то нужен». Ну, не дописал он в итоге это письмо, он погиб. Но вот такие строки, они заставляют, мне кажется, мурашками бежать по коже и понимать всю тяжесть тех событий, что происходило. Огромное количество людей погибло при форсировании Днепра. И почти 2,5 тысячи человек были награждены званием Героя Советского Союза. Поэтому всех читать газету. Ну, выходные на нашем сайте традиционно выйдет. Но вот такие материалы я бы все-таки, наверное, посоветовала читать в бумаге. Это была главная редактор газет «Владимирские ведомости» Юлия Козлова. Наконец-то с возвращением. И теперь увидимся на следующей неделе во вторник. До встречи. Да.